Большой, стильный, комфортный автомобиль с приличным дорожным просветом и тяговитым двигателем не может стоить недорого. Так думали и мы, до знакомства с новым большим кроссовером от компании BYD. Он называется S6. Небольшая ремарка. Аббревиатура BYD самим производителем расшифровывается как Build Your Dream, то есть создавая свою мечту. Мечта в данном случае получилась большой, именно такой, какая на прицеле у многих и многих наших автомобилистов. Начнем с приличного дорожного просвета 19 см. Показатель не стыдный и для настоящих внедорожников. И даже если владелец такого автомобиля никогда в жизни не поедет на этой машине на природу. Даже если он за городскую черту выезжает крайне редко, в наших просторах этот клиренс все равно пригодится. Потому что с нашим асфальтом, щедро приправленным ямами и буграми, дорожного просвета мало не бывает. Теперь про внешние данные. S6 выглядит однозначно солидно. Источник вдохновения дизайнеров виден невооруженным глазом. А я вам так скажу, в свое время многие японские и корейские автомобили тоже были очень похожи на европейцев. Так что BYD идет правильным и проверенным путем. В данном конкретном случае автомобиль выглядит по крайней мере раза в два дороже той суммы, которая числится у него на ценнике. Если хотите точных цифр, то в базе это 159 тысяч гривен. Причем должен вам сказать, что база эта, по китайской традиции, включает длинный список того, что европейцам полагается за дополнительные деньги. Например, раздельный климат-контроль и кожаная обивка сиденья. Правда, более интересная будет более продвинутая комплектация. В ней даже видеокамер помощников будет сразу две. Одна традиционно включается при движении задним ходом и показывает цветное кино о дороге за кормой на большом дисплее. Вторая камера установлена в правом наружном зеркале заднего вида. Включается она принудительно, кнопкой на руле. Эту камеру есть смысл задействовать, например, на парковке, когда нужно увидеть, насколько далеко находятся другие автомобили от твоего высокого большого кроссовера. На самом деле, несмотря на внушительные размеры, управлять S6 так же легко, как и миниатюрным хэтчбэком. Высокая посадка и большая зона остекления обеспечивают хорошую обзорность во всех направлениях. Руль в городе очень легкий. Правда, и за городом он становится не намного тяжелее. У нашего тестового автомобиля в подкапотном пространстве был двухлитровый двигатель в 138 лошадиных сил. Мало? Да как сказать. Если сразу настроиться на комфортную, размеренную, но уверенную езду, то во всех штатных ситуациях возможности этого мотора хватит. Разгон с места до первой сотни на спидометре за 12,9 секунды. Передаточные числа в пятиступенчатой коробке, как по мне, подобраны достаточно удачно. То есть ни на одном из обгонов не пришлось переключаться на пониженную передачу. Понятно, что для того, чтобы под педалью газа в бензиновом нетурбированном двигателе всегда был запас тяги, его нужно крутить. Максимальный крутящий момент этот агрегат показывает на отметке в 4000 оборотов в минуту. Это как раз на грани акустического комфорта. Так что крутить можно. Кстати, у BYD S6 есть и более мощная версия. Двигатель у нее тоже бензиновый, но с рабочим объемом в 2,4 литра. В нем 167 лошадиных сил. Прибавка почти трех десятков лошадок позволила этому автомобилю разгоняться на полсекунды быстрее. Правда, и бензина с таким двигателем в городском цикле требуется почти на целый литр больше. С другой стороны, именно с таким мотором, помимо шестиступенчатой механики, в паре может идти и автоматическая трансмиссия. В том, что двигатель в салоне практически не слышен на любых оборотах, большая заслуга правильно организованной шумоизоляции. Кстати, помимо шумки на капоте, сам двигатель еще и накрыт пластиковой плитой. Есть только лючки для долива эксплуатационных жидкостей. Можно ли на таком автомобиле уверенно покидать пределы асфальта? Мы решили это проверить. И заявляем, когда сухо, можно. Ведь здесь только передний привод. Конечно, 19 сантиметров дорожного просвета – хороший показатель, равно как и относительно скромные передние и задние свесы. Прибавляют уверенности на слегка пересеченной местности и неокрашенный пластик не только в нижней части бамперов, но и по всему периметру кузова. Но не стоит увлекаться – полного привода здесь все-таки нет. Да и высокооборотистый бензиновый двигатель не самый лучший попучек для поездок по грунтовкам. В тяжелых условиях его приходится крутить. Понятно, что на высоких оборотах риск закопаться в рыхлый грунт увеличивается. Поэтому делаем вывод – на природу на этом автомобиле выезжать можно. Грунтовки он не испугается. Но трасса должна быть не тяжелой, а сама грунтовая дорога желательно сухой. В той стране, откуда родом этот кроссовер под названием S6, автовладельцы предпочитают машины со светлым салоном. У нас в почете темные интерьеры. Черная кожаная обивка кресел выглядит неплохо. Вот еще бы нарочито выставленная на показ белая нитка была бы потолще. Сами сидения неплохо профилированы, но особо понравятся тем, кто любит мягкость. У водительского кресла персональный подлокотник. По всему салону немалое количество полочек, ящичков и ниш. Между передними креслами место для пары стаканов или бутылок и еще один немаленький бардачок. В центре консоли большой мультимедийный дисплей. Именно отсюда можно управлять аудиосистемой на 9 динамиков. Здесь же можно смотреть фильмы с DVD дисков и программы эфирного телевидения. Причем к этому музыкальному центру другие устройства можно подключать как по линейному, так и USB входу. Есть специальный слот для карт памяти. Понятно, что музыкой в этом автомобиле можно управлять и непосредственно с рулевого колеса. И все-таки самый яркий элемент, в прямом смысле этого слова, в этом кроссовере цветная электронная приборная доска. Нажимаем на кнопку запуска двигателя и она вспыхивает яркими цифрами и пиктограммами. Не только красиво, но и удобно. Кстати, механическая стрелка здесь только одна, на спидометре. Все остальные показатели электронные. BYD S6 полноценный пятиместный автомобиль. Сзади места в ширину и над головой хватает, а на полу нет неудобного трансмиссионного тоннеля. Кстати, задний диван здесь можно двигать вперед-назад и регулировать спинки по углу наклона. Не разочарует этот автомобиль и своим багажником. Даже в пятиместном варианте в этом кроссовере для поклажей есть больше кубометра. Если же задний ряд сложить, то объем грузового отсека составит 2400 литров. Это почти как у коммерческих фургонов. И вот тут понимаешь, что несмотря на мускулистую внешность, призвание модели под названием S6 быть семейным автомобилем. А потому и подвеска здесь в высшей степени комфортна. Ямы, бугры – это все остается где-то там, далеко внизу, под колесами. И все это в салоне не только не ощущается, но его даже не слышно. Крены в поворотах присутствуют. Но это разумная плата за такой уровень дорожного комфорта. Кстати, и расход топлива для такого, в общем-то, немаленького автомобиля можно считать достойным. По данным производителя, это меньше 11 литров бензина в городе и около 7 на трассе. Причем в бак можно заливать и более демократичный 92-й. Итак, мы решили, BYD S6 с ценой в базе от 159 тысяч гривен можно смело рассматривать в качестве альтернативы новым компактным легковым автомобилям за те же деньги. Он больше, с приличным дорожным просветом и в большинстве случаев будет лучше укомплектован. С другой стороны, он может быть неплохой альтернативой поддержанным кроссоверам. На стороне нашего героя опять-таки будет более богатое оснащение и трехлетняя гарантия.